здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы вяжем вот этот вот узор вот он образец вот здесь вот я вставлю сейчас в этом моменте схемку она половина как бы вторая половина у нас вот она изображена вот это вот половина вторая половина это она же только в зеркальном отображении так сама схема сама вот это вот половина состоит у нас из 14 петель между ними вот в центральной части топа который почему этот узор у нас пойдет к завтрашнему топу которое видео выйдет завтра либо потом он будет использоваться еще на махеровом свитере это потом в проекте половина у нас из 14 петель вторая половина тоже 14 петель здесь между ними одна изнаночная по бокам по одной изнаночной и 2 кромочной то есть сумме получается 33 петли для образца я набираю так показывать буду девчонки по петель на поэтому видео будет длинным показывает для новичков те кто опытные вязальщики я считаю либо поставьте на двойку скорость чтобы было без быстрее видео есть настройках вот вот здесь вот внизу настроить вот здесь вот внизу есть настройки видео вы можете поставить скорость 2 то есть ускорить это все вот а я буду показывать для навичков потому что считаю что опытные вязальщицы уже прям это свяжут увидя схемку в начале видео вот так первую петлю я снимаю вторая петля изнаночная далее мы продолжаем начинаем сразу с узора делаем накид 3 лицевые 2 вместе лицевой 9 лицевых 1 изнаночная вот мы уже в половине это изнаночная 9 лицевых теперь в лицевом ряду я вот так вот делаю 2 вместе с уклоном вправо 3 лицевые накид 2 изнаночные включая кромочную 2 ряд узор мы вяжем и в изнаночном ряду обычно у нас узоры в изнаночном ряду провязывается по узору но здесь мы выполняем узор так и так первую петлю я снимаю вторая лицевая далее провязываю накид изнаночной петлей накид 3 изнаночные 2 вместе изнаночной 8 изнаночных 1 лицевая 8 изнаночных 1 лицевая 8 изнаночных 1 лицевая 8 изнаночных 2 вторую ставим на место первой только вторая сзади первая впереди и провязываем их 2 вместе изнаночной 3 изнаночные накид 1 изнаночная 1 лицевая и кромочная изнаночная 3 ряд первую петлю снимаем 1 изнаночная 2 лицевые включая 2 накид накид 3 лицевые 2 вместе лицевой 1 изнаночная 1 изнаночная 7 лицевые 2 вместе лицевой только вот здесь вот я меняю вот таким вот образом на направление петель то есть перри перри снимаю их и провязываю 2 вместе лицевой вот так вот с уклоном вправо 2 3 лицевые накид 2 лицевые 2 изнаночные вот мы видим что у нас накиды идут справа налево а здесь слева направо вот они я вам положу чтобы было визуально видно вот они вот так вот в таком виде они используются на свитере центральной части по бокам это разделенные две части и так четвертый ряд первую петлю снимаю лицевая 3 изнаночные накид 6 изнаночных ой накид 3 изнаночные 2 вместе изнаночной и потом только 6 изнаночных лицевая 6 изнаночных лицевая 6 изнаночных меняем местами вторую ставим на место 1 1 поверх 2 провязываем 2 вместе изнаночной 3 изнаночные накид 3 изнаночные 3 изнаночные лицевая изнаночная 5 ряд первую петлю снимаем изнаночная 4 лицевые накид 3 лицевые 2 вместе лицевой 5 лицевых изнаночная 1 5 лицевых поворачиваем эти две петли 2 вместе лицевой 3 лицевые накид 4 лицевые 2 вместе лицевой 3 лицевые 4 изнаночные и кромочные и кромочные и кромочные и изнаночные 6 ряд первую петлю снимаем 1 лицевая 5 изнаночных накид 3 изнаночные 2 вместе изнаночной 4 изнаночные 1 лицевая 4 изнаночные 2 изнаночные меняем местами 2 и 1 первую провязываем их 2 вместе изнаночной 3 изнаночные накид 5 изнаночных лицевая и изнаночная седьмой ряд первую петлю снимаем изнаночная 6 лицевых накид 3 лицевые 2 вместе лицевой 3 лицевые изнаночные 3 лицевые меняем местами вернее поворачиваем 2 петли провязываем их с уклоном вправо 2 вместе лицевой 3 лицевые накид 5 лицевых 6 6 6 лицевых и 2 изнаночные восьмой ряд первую петлю снимаем лицевая 7 изнаночные накид 3 изнаночные 2 вместе изнаночной 2 изнаночные лицевая 2 изнаночные меняем местами 2 петли провязываем их вместе изнаночные 3 изнаночные накид 7 изнаночных лицевая и изнаночные 9 ряд первую петлю снимаем изнаночные 8 лицевых 8 накид 3 лицевые 2 вместе лицевой 1 лицевая 1 изнаночная 1 изнаночная 1 лицевая меняем местами вернее поворачиваем провязываем 2 вместе лицевой 3 лицевые накид 7 лицевых 8 лицевых 8 8 девчонки 4 изнаночные 1 и 2 изнаночные включая кромочную и последний десятый ряд первую петлю снимаем лицевая 9 изнаночных накид 3 изнаночные 2 вместе изнаночной лицевая меняем местами 2 вместе изнаночной 3 изнаночные накид 9 изнаночных лицевая и изнаночная вот и все весь наш узор теперь мы повторяем с первого ряда вот он девчонки здесь вот у нас накида видите дорожка накида у нас идет вот она мы повторили этот узор здесь у нас вот это вот в эти две вместе дорожка то есть вот эта полоса видите она у нас передвигается к центру вот она и вот эти петли которые сокращаются по центру теперь вот мы находимся сейчас вот здесь вот теперь мы все начинаем с первого ряда весь узор девчонки не для новичков я могу я вам скажу узор потому что очень вот эти повороты двух вместе чтобы они шли красиво сложно отследить и сложно следить вот когда мы делаем либо не делайте по бокам вот эти вот полосы которые ящика покажу когда будете вязать топ девчонки очень сложно отследить вот это вот поворот налево направо да потому что здесь 4 вот ведь 1 2 3 4 как бы этих полосы либо делайте только по центру кто новичок кому сложно уследить и не делайте вот эти по бокам либо вяжите потихонечку помаленечку чтобы не путать вот ну все девчонки я с вами прощаюсь сам топ этот будет завтра с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока